У каждой сказки своя история. Наверняка каждый из нас во времена своего далекого детства с упоением слушал сказки. С самого раннего возраста дети познают мир посредством знакомства со сказками. Но что же они собой представляют? Безудержную фантазию наших предков или все эти вроде бы выдуманные бабки-ежки, кощей-бессмертные, змеи-горынычи, русалки и кикимры-болотные некогда реально существовали? С чего этим злым сказочным персонажам отводится место в народном фольклоре? При этом аналогичные персонажи встречаются в фольклоре самых разных народов. Например, драконы упоминаются и в сказках Запада, и в восточных сказаниях, и даже в легендах американских индейцев. А еще эта поговорка о том, что сказка-ложь, давний намек, заставляет серьезно задуматься. И все же многочисленные исследования древних текстов все чаще показывают, что события, описанные в тех или иных сказках, имели место на самом деле. То, что Буратино из книги Алексея Толстого был рожден воображением итальянского писателя Карла Каллоди под именем Пиноккио, знают, вероятно, все. Но вот о том, что и у итальянского деревянного человечка тоже был живой прототип, долгое время не подозревал никто. Это невероятное открытие сделала на рубеже 20 и 21 веков группа американских археологов из Бостона, проводивших раскопки в районе кладбища, где покоится в мире прах чудесного сказочника и революционера, что зачастую означает одно и то же. Карла Каллоди, настоящая фамилия Лоренцини. Естественно, копать на погребении исследователи не собирались, но во время осмотра их заинтересовало, что через три ряда похороненных рядом с писателем сограждан они встретили надгробную плиту, некоего Пиноккио Санчеса. Кто-то пошутил, а не причастен ли Санчес к творчеству Каллоди, в частности, к его Пиноккио. Интересы ради, сверили даты жизни и смерти, и выяснилось, что оба жили в одно время. Настоящий ученый, тем более археолог, всегда стремится докопаться до истоков, выяснить, откуда растут ноги, и опровергнуть, либо подтвердить самую невероятную версию. Так произошло и на сей раз. Забавное предположение превратилось в версию, которую решили проверить. Никаких документов обнаружить не удалось, и по непонятной им самим причине, даже не представляя, что они хотели обнаружить, интуиция, видимо, американцы добились разрешения на эксгумацию захороненного в 1834 году Пиноккио Санчеса. Эксгумация многострадального Санчеса дала исследователям интересные результаты. Вот тут-то и грянула сенсация. Проведенная экспертиза дала заключение, что этот самый Санчес был по пояс деревянным. Точнее, он был невероятным мастерством протезирован деревянными конечностями. Кроме того, имел деревянную же вставку носа, а кишечник несчастного инвалида заменял искусственно вживленный пищевой тракт коровы. Своего у него было только что голова, сердце, легкие до почки с печенью. Однако недоверчивые археологи продолжали сомневаться. Им все казалось, что над ними пытаются сыграть злую шутку. Обнаруженное тело на самом деле является искусной подделкой современного любителя подобных розыгрышей. Но доказательства следовали одно за другим. На одном из полуразложившихся протезов обнаружили клеймо. На нем стоял вензель с инициалами мастера Карла Бестульджи. Затем группе удалось найти чудом сохранившиеся церковные записи. Они рассказали о многом. На дворе стоял 1760 год, когда в самой обычной и небогатой семье Санчесов на свет появился младший ребенок. Младенцы нарекли Пиноккио, что в переводе с итальянского значит «кедровый орешек». Мальчик жил, как и все его сверстники. Резвился и бегал по узким улучкам Флоренции, а когда садился за обеденный стол, мать, подвигая ему полную тарелку, заботливо напоминала «не будешь есть кашу, никогда не вырастешь». Но сколько бы не ел Пиноккио, он по-прежнему смотрел на друзей снизу вверх и бы ходил больше на маленького ребенка, чем на взрослеющего отрока. Если бы Пиноккио был нашим современником, то врачи бы давно поставили пациенту диагноз «нанизм» – патологическое состояние, характеризирующееся аномальной низкоростностью. У мужчин ниже 130 см. Вот уж действительно метр с кепкой в прыжке с табуретки. Тем не менее, в 18 лет парня забрали в солдаты, где он тянул лямку 15 лет, пока не превратился в полного калеку. Видите ли, времена тогда были суровые. Италия в то время боролась за свою независимость, и даже такой недомерок, как наш многострадальный Пиноккио, не тронул суровые мужские сердца. Малый рост не освобождал Пиноккио от тягот солдатских будней, и однажды во время учений в горах, когда другие воины легко перепрыгивали препятствия, коротконогий Санчес сорвался со скалы, переломав в себе нижние конечности и раздробив нос. Пиноккио выжил, но лишился обеих ног, а вместо носа теперь у него зияла ужасная рана. Только тогда Санчеса освободили от воинской повинности, пусть де помирает дома. Так бы оно и случилось, но судьба столкнула его с гениальным Карло Бестульджи, который стал для него сказочным папой Карло. О Бестульджи говорили, что он де продал душу дьяволу, но малыша Санчеса это не испугало. Врач изготовил для диковинного пациента деревянные протезы рук и ног, а также специальную деревянную вставку на место ампутированного носа, подарив Пиноккио вторую жизнь. Фактически, став куклой, у Пиноккио не было другого выхода, как пойти работать в цирк. В то время на спектакле с участием коллег и уродов собирались целые толпы. Люди были готовы заплатить приличную сумму, чтобы вдоволь полюбоваться на диковинок. Очень скоро необычный карлик с руками и ногами на шарнирах стал любимчиком публики. Пиноккио практически все время проводил в балаганном театре, который стал для него и домом, и средством для существования. Однако судьбу не обманешь, и в один из дней, выполняя сложный акробатический трюк, Санчес упал с высоты и напрочь разморжил себе голову. Что уж говорить, тут был бессилен даже маг и кудесник Бестульджи. Видно, высшие силы решили во что бы то ни стало забрать страдальца к себе. Нужно сказать, что в свое время Пиноккио был достаточно популярным артистом. Смелый ветеран Пиноккио-контоходец натягивал канат на уровне крыши четырехэтажного дома и, переходя из конца в конец, играл на барабане и жонглировал горящими факелами. В 1834 году во время выполнения трюка Пиноккио Санчес разбился. Родственникам стоило больших усилий добиться похорон Фигляра на кладбище. Не менее правдивой оказалась и сказка «Белоснежка и семь гномов», написанная братьями Гримм. Известный немецкий историк Экхард Зандер не поленился потратить четыре года своей жизни на исследования, результатом которых стала книга «Белоснежка. Миф или реальность», в которой ученый доказывает реальное существование прообразов всех главных героев сказки. Все дело в том, что в 1553-м жена германского графа Филиппа умерла при родах девочки, которую впоследствии назвали Маргарет. Граф потом женился второй раз, и мачеха отравила уже подросшую девочку, только не яблоком, а настоем цикуты. Настоящая мачеха скончалась в тюрьме, осужденная за убийство. Но что же толкнуло бедную женщину на столь страшный поступок? Правильно, зависть. Ведь юная Маргарет фон Вальдек славилась неземной красотой. Слава о ее красоте дошла до испанского королевского двора. Любвеобильный король Испании Филипп Второй пустился во все тяжкие и плененный прекрасной графиней, однако его мечтам о счастливой любви было не суждено сбыться. Что касается гномов, то и тут сказочники Гримм не соврали. Родной брат Маргарет фон Вальдек владел медными рудниками, на которых работали дети. Многочасовая тяжелейшая работа и плохое питание превратили молодых ребят в сгорбленных изможденных коллег, в большинстве своем не доживавших до совершеннолетия. Кроме того, шахтеры тех времен часто носили яркие шляпы, которые защищали их от падающих камней, что опять же нашло свое отражение в сказке. Проанализировав вышесказанное, можно предположить, что путешествуя по Германии в поисках интересных историй и легенд братья Гримм, сумели такие узнать кое-что примечательное о жителях маленького городка Бат Виндульген. И, собрав несколько жутких историй, воедино смастерили сказку, которой суждено было тронуть не одну сотню детских сердец, поселив в них понятия добра и зла, чести и предательства. Еще одним реальным персонажем является барон Мюнхгаузен. Прообразом этого удивительного литературного героя стал, собственно, сам же барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, родившийся 11 мая 1720 года в немецком Боденвердере и умерший там же 22 февраля 1797. В 14 лет Карл вместе с дядей отправился в Россию, где поступил на службу корнетом в Брауншвейгский драгунский полк. Спустя долгие годы службы, дослужившись до родмистра, барон решил вернуться домой в Боденвердер, где и зажил в свое удовольствие на полученное наследство вместе со своей супругой. Будучи по своей натуре человеком общительным и веселым, Мюнхгаузен любил собирать в своем доме дружеские компании. За кружечкой горячительного напитка Мюнхгаузен придумал самые необыкновенные истории о своей жизни и службе в России. Так ему запросто приходили в голову идеи о зайцах, обитающих в русских лесах, которых не могла догнать даже самая быстрая гончая, потому что у них было по четыре дополнительных ноги на спине, или о лошади, которую, чтобы вытащить из снежного заноса, привязали к колокольне. Самое интересное, что рассказчик настолько ярко и эмоционально описывал события, что вскоре и сам не мог отличить правду от выдумки и искренне начинал верить в придуманное. Истории Мюнхгаузена были настолько необычными и удивительными, что вскоре жители Боденвердера сами начали пересказывать их друг другу. А в 1781 году в Германии был издан сборник смешных рассказов, путеводитель для веселых людей. 16 историй в нем принадлежали некому остроумному господину Мюнхгаузену. После выхода этой книги к честному имени Карла Мюнхгаузена навсегда приклеилось прозвище барона-лжеца, а его фамилия со временем стала именем нарицательным для тех людей, которые любили приврать и похвастаться. Такого позора гордый барон пережить спокойно не смог. Он стал замкнутым и нелюдимым, навсегда закрыв двери своего дома для шумных веселых компаний. С тех пор свет увидел немало книг, рассказывающих о чудесных приключениях смелого барона. Опираясь на реальные факты из жизни Карла Мюнхгаузена, писатели щедро украшали истории вымышленными персонажами и событиями. В итоге получалась такая себе солянка, полу-небылица, полубиография, предлагавшая читателям самим понять, что есть что. Это делало книги невообразимо популярными. Несмотря на то, что с тех пор прошло много времени, жители городка Боденвердер, неподалеку от Ганновера, и по сей день, ежегодно 32 мая, празднуют день рождения чудного человека по фамилии Мюнхгаузен, умевшего разглядеть удивительное даже в самых простых вещах. Еще одним доказательством того, что каждый вымысел имеет в своей основе вполне реальную историю или несколько историй, является и рассказ о приключениях Робин Гуда. Оказывается, принц нищих жил в районе английского Шервудского леса в начале XIV века и славился своей добротой, храбростью и жаждой справедливости. Потеряв после разгромного нападения Нормана в свой дом, злостные проботители сожгли до тла небольшую деревушку, жители нашли приют в лесу, построив там подобие партизанского поселения. Поскольку средств к существованию у них не осталось, кормиться людям приходилось за счет охоты. Однако в те времена дичь считалась королевской собственностью, и пойманного на таком промысле ожидало как минимум суровое наказание, а если охотнику удавалось подстрелить крупное животное, то и вовсе смерть. Поэтому жителям леса приходилось объединяться в своеобразные отряды и в прямом смысле слова бороться за выживание. Предводителем одного из таких объединений и стал доблестный Робин Гуд. Обо всех его похождениях читатель сможет узнать непосредственно из самой книги. Прагматичные англичане даже в сказках старались быть как можно ближе к реальности, дабы уже с ранних лет воспитывать в своих отпрысках правильное понимание настоящей жизни. Несмотря на неподдержку, отдельную близость к правдивым историческим событиям, история про Робина Гуда имеет несколько важных несоответствий. Все дело в том, что персонажи малыша Джона и монаха Тука, а точнее их реальные прообразы, жили совершенно в разное время, а потому никак не могли быть знакомы. Более того, эти два человека славились в округе крайне недоброй репутации. Малыш Джон был жестоким убийцей, и о его поимке грезила вся полиция Англии. А монах Тук на самом деле носил имя Роберт Стаффорд и был также уличен далеко не в одном грабеже и убийстве. Почему автор решил наделить этих злоумышленников благими качествами, остается загадкой. Но без этих двух персонажей романтическая история о добрых грабителях была бы неполной. Как оказалось, рассуждая в детстве о том, что было бы, если бы любимые сказочные герои хоть на минутку ожили. Мы были не так уж далеки от истины. Как говорится, хотите верьте, хотите нет, но только в каждой сказке есть доля сказки. А остальное сами знаете что.